всем всем доброго времени есть неожиданные новости они неожиданные даже для меня я не собирался вот это производить а это произвожу для сайта вот то есть как получилось я пока тут думал буду по рыбалкам кататься дня три еще наверно дожидаться пока у меня придет заказ европы но у меня на сайте прихватили три бритовки плюс у меня ножевщики взяли дорогущие стали как дорогущий многослойный они уже почувствовали в чем там прелесть и то есть не жалеют денег на то чтобы получить идеальную для ножа сталюгу но ты ладно то есть за счет этих продаж узнал еще даже по телефону вчера после того как снимал видео со шкатулкой тут туда-сюда вместо шкатулка уже все сделано там уже на лаком покрывается сохнет и я с вчерашнего дня уже начала работу с этими клинками сегодня чисто с лезьями начал заниматься и решил сделать шлифовку точно такую же какую спрашивают на данный момент как и в прошлый раз кстати такая же была раньше была полированная а сейчас она матовая я думаю почему бы нет почему не матовая тем более если сравнить допустим с немецкими бритами там которые там в районе там 11 16 тысяч там намного намного матовее там царапины такие что когда в руках и держишь делается как-то даже не по себе думаешь да ладно это их дело они так видят и это хорошо так у нас без света получится показать то нет не получится так я включил фонарик потому что тут его во время записи мира как-то он не включается совсем и какой-то продолжим вот такие вот клиночки это кованые у 10 а сталь все чуть-чуть разные вот видите туда так вот заскочил хотел вообще сделать на клинышка сюда как у английских но что-то меня тормознуло ну ладно вот такая вот шлифовка серенькая кстати неплохо будет оттеняться тут я будет полоски зеркальных на сером фоне ну вот как вот вы считаете да одна вторая получается на 2 вот такие вот будут штуковины то есть усы вещи поработать придется много и я хочу в этот раз поиграться именно с золочением потому что ну не охота мне на ножах что тут вообще напрягаться как-то ну не охота поэтому уж лучше для бритвок своих это сделаю а до да заметили наверное тоже разница есть по головкам есть просто полукруг а есть такая вот носиком как это тоже у меня тут на ходу все рождалось вот здесь больше я поскольку полукруглая тут я ничего не придумывал да что что а вот прихватывается уже на сама будет все чистится не один раз потому что перед это тем как делать золочение должно быть все зачищено без жирина там т.д. т.д. как говорится много чего тут тоже полукруглая головка вот мне как-то спрашивали как сказать спрашивали много раз только как бы не вот не часто а так время от времени вот тоже видите как носиком клюнутым будет таким вот туканом о нос тукана птица такая так вопрос так звучит мол объясните мне как то есть в чем разница в чем разница бритья станком или там жилетом станком или там со сменными лезвиями и бритьем опасной бритвой я конечно понимаю меня сейчас многие те кто услышат из подписчиков на канале тоже ведь тукановый такой я сильно его не стал сюда вводить потому что жесткость там теряется и бритва теряет свои качества какие должны быть так вот вот так вот очень мне на сегодня что я могу сказать на подписчики да они то есть я вам я вам не знаю вам это говорить не нужно вы сами знаете вы сами пользуетесь опасными бритвами вы сами в курсе что почему и в чем разница но вдруг вдруг меня кто-то услышит и из тех кто вот стоит перед выбором или с мыслями такими то есть в чем разница то я скажу вот для тех людей которые вот то есть таким вопросом живут и знать не знают я не знаю конечно может кому-то проще взять там поскрепить и станком т-образным там или вот какими опять же повторюсь жилетом у нас вся россии принципе бреется этими жилетами в основном причем бегать покупать по 400 по 500 рублей за штуку побреются несколько раз выбрасывают пытаются заточить их давайте сразу скажу первое самое такое фундаментальное то что вы бритву допустим ту же жилет допустим покупаете одну на неделю ну плюс минус у кого как я пробовал бриться жилетами честно скажу где-то примерно так да смотря как часто бриться если будете каждый день то прошусь на неделю вытянет смотря какой качестве еще пойдете там подделок гора эту бритву покупаете то есть если при поют при правильном использовании на всю жизнь то есть вот вы заметили то есть в интернете полу бритв там даже девятнадцатого восемнадцатого семнадцатых веков даже так вот есть бритвы и ими до сих пор люди бреются их перекупают с рук на руки там то есть даже одной бритвы можешь хватить не точно на вашу одну жизнь она еще на жизнь ваших детей внуков и правнуков ну чувствительно да то есть наверное лучше вот как я считаю лично себе никого ничего не призываю делать я например покупаю такую бритву пример пускай там и должна там будет сколько там не знаю там 12000 допустим я покупаю ее нам несколько поколений но опять же если не запороть ну всяко бывает конечно вот а со станками вы сами понимаете что такое допустим треобразный станок там уже эти лезвия они какие-то полу заточены полу не заточены как скребут я недавно кстати нашел бритву тут старую т-образную и к ней лезвие были спутник и небо и то и другое перепробовал морда красная все жжет в общем я ее подарил оказался можно было продать а я ее с расстройства ну как подарил я променял вот так вот променял две пачки сигарет если быть до конца честным вот а бритвка была где-то начало прошлого века то есть 20 в чем еще разница вот в том разница то что от вас зависит насколько будет острая бритва и насколько она будет давайте на этом остановиться сколько будет острая вы тут сами решаете как вам поправить то есть больше меньше поправить то есть как и в каком состоянии держать правильно со станками вы на это вообще не влияете никак то есть за вас решают насколько должна быть острые бритвы и сколько эта острота должна держаться то есть вы опять там по боку этого 2 ну что как вам еще объяснить допустим в ощущениям то есть если вы поддержите бритву в остром состоянии то есть там заточили правильно править и правильно чтобы потом не затачивать ее каждый там месяц за вперед то бритье настолько мягкая настолько чистая что станок рядом вообще не валялся ну конечно сейчас это спорная вот сказал ноги сейчас подумают что мол нет у меня станок блеет лучше туда-сюда может быть вы везучий человек может у вас какие-то там супер лезвия какие-то или может щетина просто такая что который подается любым лезвием любым вариантом у меня много вариантов было вот на валом просто было вариантов ни один вариант не прижился почему потому что или дерет или не блеет или в соскреба и что-то очень много всяких вариантов вот вам три то есть как бы я считаю три весомых показатели которые конкретно перевешивают с бритвами там т-образными или жилетом уж тем более а уж с одноразовыми станочками этими которыми я тоже кстати видел бреются имею причем это да да 4 чуть не забыл 4 почему мне у человека я сказать просто недавно мне этот напомнилось раньше как-то это подзабыл а вот когда вот этим т-образным станком брился который нашел то есть он сразу моментально забивается то есть я протащил раза два он уже наполовину забиты еще раз два протащил то есть пищите не и он полностью забился его промываю он не промывается то есть я его разбираю хорошо не одноразовый там не жилет какой-то или не одноразовая такая побряку шка а разборная его так вот раздвигаю там то есть уже промывая чтобы все промыло опять заново собираю и опять начинаю бриться опять несколько движений и опять до свидания опять разбирая и собирали разбирая и собирает промывать ну это же это же ничего не скажу а тут сами знаете под краном раз раз только одно лезвие только вот это умеет место нельзя мочить потому что вы за него держитесь и она начнет скользить в руках тем более с мылом поэтому надо аккуратненько чтобы струйка блатоненькая просто так подставляю этот струйка у меня так вот сюда попадает и вращу сюда попадает все смыло я сразу дальше бреюсь то есть там вот ну сок сок там две секунды давайте так вот скажем две секунды я ее промыл причем она забивается не после двух там четырех движений а после десятка она может это и 20 раз пройтись то есть это уже от вашего желания зависит как вы захотите и часто промывать вот еще один весомый как говорится плюс можно так сказать в сторону опасной бритвы вот как то так я может быть даже еще не все перечислил просто я так вот на скидку так вот какой-то не задумываюсь я бы мог бы задуматься там выписать там как многие делают по строчкам туда-сюда мол ну ну это не по мне то есть а тут сейчас стал из танка и сразу начал вам снимать видео никогда не подготавливаюсь никогда ничего не записываю не выписываю все вопрос ответил надеюсь он кому-то будет полезен надеюсь да и кстати еще хотел просто добавить это уже не ответа просто доб то что очень многие даже при слове опасные притва начинают дрожать мелкой дрожью ничего и так боитесь то вы на кухне ножами пользуетесь пользуетесь то тоже есть острие причем там его намного больше то есть и причем вы там вот так вот щелкайте там пальцы отрубить нечего делать то есть вы почему так шарахайтесь опасные бритвы это не монстр какой-то чтобы ей порезаться это надо просто суметь как-то сделать это надо прям быть в дрова пьяным на ногах не стоять тогда да вариант такой имеется но я не знаю то есть о там опасные бритвы о не тому город себе перережешь ну блин горл перережет так вы ножом туда может свечу хочет что хочешь перерезать почему вы будете резать вы же двигайте бритвы ты вот наверное вот не так вот шарахайтесь да а скребете то есть то есть идет со скребания тут если даже захочешь порезаться это просто хотя бы такой длинную такой вот по лицу то есть протяжку сделать и бритва словит волну как сказал игорь слов волна очень подходит вот наверно видите кожа волной идет но опять же если прижмешь а себе из нажима волну это даже в этом случае сложно словить но если сделать такими правильными такими вот движениями бриться все тут хоть убейся и не порежешься не знаю как так что за предрассудки ладно в общем все я об этом поводу сказал так золочением я хочу попробовать единственно что ты не знаю пойдет ли злачение на такую матовую поверхность не знаю пока в думках то есть хочу может одну бритву вообще полностью золотить или только только верно лезвие допустим золото покрыть у других как вот вы допустим у европейцев там у них лезвие белое остается все остальное золото так тоже второй вариант третий вариант думаю может есть что-то нарисовать как бы это по золотой потом в общем пока я еще не знаю для меня это ново реально новая если честно сказать вообще по золотой занимаюсь впервые в жизни вот хромом покрывать покрывал своей жизни было дело оксидировками всякими занималась там травлениями всем чем угодно всю жизнь себя помню все это делаю но вот в золотой я это для меня впервые поэтому для меня это маленько как-то мандраж на и я каждый раз думаю как бы мне тут не промахнуться потому что мне хочется чтобы было как тяп-ляп вот кстати опять же пример беру в руки вот лезвие только лезвие ну тут правда я так макал по сюда вот но если здесь все будет у меня защищена и только лезвие тоже неплохо смотрится в общем варианты вот хотя бы как минимум три это одно лезвие позолотить потом все кроме лезвия вот все вот остальное и третье это там с вензелями что-то там такой рисунок или что-то еще полезен и это вот позолотой покрыть первое что плюс когда лезвие с позолотой она не ржавеет если вообще его полностью золотить полностью все лезвие gold серии можно будет назвать золотая серия то в чем плюс они ржавеет вообще ну сами понимаете золото и золото это же здорово то есть у вас углерод ведет себя как нежавейка и по барабану любые эти варианты это же здорово то есть если вот не знаю может в комментариях кто-то свое мнение напишет мне будет это очень интересно я всегда прислушиваюсь к словам даже которые мне сказали год назад два там пять лет назад и их помню и пытаюсь эти слова то есть в дело всегда запустить и как бы так вот то есть важно этого мне важно чтобы она была нержавеющей вот так и золото покрытым натуральным или это наоборот должно быть светлым а тут все золотым но это уже это уже будет не новое конечно это будет уже такие есть варианты когда лезвие светлая такой вот все остальное покрытые примеру отрезной бушок стать тоже под подумывал сделать резной бушок и его именно вот это вот резьбу покрыть золотом вообще мне кажется будет так прям чин выглядеть все вроде бы не принципе уже по времени пора бежать мне сейчас звонили то да все там в общем я пока по заготовкам готовлю которые вот собираю сделать заказ мне заготовки уже то есть все готово осталось только вырезать образцы 2 пришло и уже вырезаны еще два образца тоже к такой классики вырежу и уже как-то через пару тройку дней начну изготовить уже заказ но думаю к этому времени я уже с этим клиниками продвинусь хотя работа будет уже медленно идти так как я буду и там работать 100 7 заказе и вот для сайта так вот надеюсь что мои бритвы в россии именно в россии еще будут кому-то нужны для меня это очень важно потому что если бы я работал ради денег я вообще бы в россии даже не светился честно скажу просто делал заказы и мне оттуда капало бы я бы ни на что больше не тратился и эти деньги меня просто шли бы в карман все но это как бы не то цель не то все благодарю за внимание я побежал откланиваюсь до свидания всего доброго всем